Сейчас, если разговаривать будем, чтобы ни одного скверного слова не сказать. Конечно, можем. Нормально. Сегодня Благовещение. Ага. Вы пойдите в Храм Божий. Ну, наверное, нет. Вы где находитесь, храма нету? Нет, есть. В Питере мы находимся. Ну вот. Я на Валеву иду. Мы в Барнауле находимся, у нас много храмов построено. Ну, знаем, знаем. Мы благодарим Бога. А здесь... Мы здесь людям пришли возвестить Слово Божие Евангелие. Это рулетка, это Содом и Гоморра. Здесь прелюбодеяние открыто, мужики валяются, голые. Что попало делается? Мы должны им рассказать о Суде Божьем. Делающие такие дела достойны осуждения. И будут брошены в озеро Огненное, где плащ искрежет зубов. Вместе с сатаной. Чтобы они вышли, жили по Евангелию. Чтобы Царство Небесное наследовали. Я читаю им Евангелие, Псалтырь. Я уже здесь почти 70 дней нахожусь. А ты где так? Просто сам по себе или где отучился? Ну, как сам по себе? Я сам по себе ни одной минуты не могу быть. Я верующий, меня Господь хранит. Ну, я имею ввиду, ты не батюшка? Батюшка у меня брат родной, пресс-фитер. А где ты учился? В московской духовной семинарии. Ну, понятно. Я учился в гимназии при Тобольской. В Тобольске? А в Тобольске мой брат этот, он был там благочленный. А как фамилия? Лапкин Аяким Тихонович. Отец Аяким. Так это не сегодня. Мы строим с нуля православную деревню на Алтае, где все верующие. Поселиться может тот, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А как доказать, что ты не лжешь? Ну, ты по совести должен дать. Должи от тебя там какие-то дать характеристики тебе. Ну, верно будет человек. Если он верующий, он боится лжи. Ложь от дьявола, любая ложь. Ну. Это Евангелие от Иоанна 8. Там есть грех, как бы. Евангелие от Иоанна 8.44 написано. Дьявол лжец и отец лжи. Отец. А кто? Есть человек, есть грех. Если что? Есть, говорю, человек, и есть грех. Я сейчас это никак не ухвачиваю. Я говорю, что если есть человек, то есть и грех. Ну, понятно, что человек есть, есть и грех. Но для этого Спаситель пришел и умер за наши грехи Христос. Чтобы, веруя в него, мы имели жизнь вечную. Почему в Евангелии от Марка, 16 глава, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть, в муку вечную будет брошен. Ну, правильно. Вы можете зайти на наш огромный ресурс, Ютуб, называется «Восвете Библии». 14 700 роликов у нас там. Да я учился в православной гимназии. Ну, семинарий вы того не получите, что на нашем ресурсе. Почему? «Восвете Библии». Там половина нет того. А если зайдете «Восвете Библии» в сайт, это сайт откроется. Там 38 моих книг. Вы там найдете весь ответ. Сами написали? Да, это мои книги. Мы их подарили в 650 городов. Проехали из Барнавула до Владивостока, порт находка. Потом до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию прошли. 650 городов прошли. 120 тысяч километров. И подарили книги на 35 миллионов. А ты где-то откуда? Город Барнаул. Город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. Ну, понятно. Вот у вас будет желание, если дальше узнать побольше, побеседовать в скайп, зарядите с этим именем Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет. Ага. Вы себе запишите. А пока говорил... Игнатий Лапкин. А все наши ресурсы называются «Во свете Библии». Ну, все хорошо. Если вы заряете YouTube, сразу выйдет, и вы увидите. Сегодня Благовещение. Надо Бога славить. Вчера у нас тут много исповедников было, сегодня причащаются. Мы все выставляем в интернет. И вы себя можете увидеть, когда будете смотреть. Это хорошо. Хоть кто-то слово Божие несет. Обязательно. Все правильно. Хорошо, что у нас чистый разговор, без всякой скверны. Я просил, чтобы не осквернять воздух. Ну да. Если вопросов нет, то мы расстаемся? Да, давайте. С Богом. С Богом. От Бога, от Божьего суда-то никто не уйдет. Вы далеко, вас не слышно. Бог нам простит Бог. Ну, простит. Какой ваш Бог простит? Христос прощает тому, кто верит в его голговскую жертву. А если вы Христа не признаете за и второе лицо Святой Троицы, то кто вам прощать будет? Я все уважаю. Нет разницы. Вы так говорите, как будто бы даже слова-то не можете сказать. Встаньте, поднимитесь маленько из уважения к собеседнику. Мне 80 лет, я сижу перед вами, а вы лежите. Поднимись маленько-то. Чего так уж себя позволяете? Разве это плохо сидеть? У вас мозги нормально будут работать. А суда наклоняетесь? У вас все тот тромб, то еще в мозге инсульты все. Я прожил с женой 50 лет, и она меня лежащего не видала ни разу. Два с половиной часа на сон уходит. Потому что надо многое сделать за эту короткую жизнь. Мы строим православное селение, где все верующие. Миссионерские поездки по всему миру. Едем не просто, а с великими дарами. У меня 38 книг вышло, и я дарю их во всей библиотеке мира. Вы имеете в доме эту книгу? Считаете? Нет, не считал. А если не считаете, то вы еще ничего и не знаете. Иоанн Затауз говорит, не считая, ты не знаешь закона Божия. А не зная, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Я миссионален, где это? Ну и что? Мусульманин так что, на боку лежать? Суда Божий не боитесь. Вы мусульманскую веру-то хоть знаете, нет? Скажи, что это такое? Что за книга? Куран. Куран. Считай, что написано. Куран. Вы не знаете, вы ничего не считаете. Вы эту книгу прочитаете. А у меня целый том о ней написан. Все суры, аяты сравняют с Библией. Я мусульманин, им все отговорился. А я христианин. Мы должны трудиться в поте лица. Многие бегут на стадионе, на ресталище, но один получает награду. Ты правильно говоришь, нет? Ну, надо знать. А только все. Аллах, а дальше ничего не может сказать. Аллах, разве позволяет вам, чтобы по чужим бабам лазили? Как жеребцы сошлись. Тут в этой рулетке процентов 80 мусульмане. Я им говорю, до чего вы пришли. Тебе дома четыре жены? За всех колым платить надо. А тут 44 даром. И раздетые. Вот вы тут и толкетесь, и валяетесь. Я вас знаю, жеребцы ненасытные. Я все веры уважаю, дед. Ну, уважаю, особенно голых женщин. Сюда и пришли для этого. А мы пришли сюда, чтобы вам возвестить путь спасения. Христос умер за наши грехи. Зовет покаяние, чтобы жили по его заповедям. Я мусульманам задаю вопросы по Корану, и они ни один вопрос не могут ответить. Да какие вы верующие? Ты мне по Библии задай любой вопрос. А Библия больше и Корана в 5,6 раза. Я спрашиваю, ты Коран будешь считать по одному часу в день? Почему не прочитал? Книга большая. Это ровно 16,5 дней только надо. Я тебе скажу. Чтобы эту книгу просчитать, нужно 16,5 дней всего. Две недели. И не можете просчитать. Вы ленивые. Вас обзывают щурками разными. А вам и нужды нету. Неграмотные, невежественные. А вот скажи, я не хочу быть таким. Посмотри фильм Никиты Михалкова, 12. Меня чуркой называют. А я кончен с красным дипломом, показывает. Врач в Москве, мусульманин. И он всем доказал, что он не чурка. У вас вопросы есть какие-нибудь по спасению души? Нет, это вопрос нет. Сейчас вот мы поговорим, вы опять ляжитесь спать на боковую. Не лежи. Это болезнь. У человека голова должна быть выше всего. Чтобы кровь не... Кровь должна быть к ногам идти, а не к голове. А когда наестся человек, у него все к животу идет. Бороду не брей. Мусульманин тоже у него фальшивый. Разве Бог показал такой образ? Мужчине дал бороду, женщине не дал. Ты подкаблучник. Тобой бабы руководят. Нельзя этого делать. Брось бритву, бритву не трожь. По вашей книге, по вашей... Я уже не говорю по Библии. Я говорю по этой книге. Вы делаете неправильно. Даже делать правильно. Ну, пока все. С Богом давайте. Трудитесь. Не ложись только. Благовещение. Люди в храм Божий идут. Да, сегодня благовещение. Начало всех праздников. Каких праздников? Праздников христианских. Ага. Понятно. Ну, хорошо. Это очень хорошо. Надо в храм всадить сегодня. Сегодня православным разрешается рыбу есть. Один день. А, пост же сейчас, да? Сейчас пост. О, хватился. А я не христианин просто. Я не... Не христианин? Ну, хоть и не христианин, то ты веришь, что все-таки мужчина и женщина это разное создание. Зачем же бороду-то бреть? Я могу объяснить даже это на опыте. Потому что у меня сын и дочь. И я смотрю, как один развивается, и как другой развивался. И это абсолютно разные, изначально разные виды. Они живут в симбиозе, да? В симбиозе. Ну, как бы, да? Мы же рождены продукцию, как бы, ну, как сказать. Вот. Ну, это абсолютно разные существа. Абсолютно. Ну, вот вы бороду бреете. Зачем? Ну, у меня жена заставляет. Сейчас мы с ней поражаем. Вот это и есть у подкаблучных, при любодейной ере. Жена заставляет. Да какое она ему право тобой командовать? Ты глава. Чего ты сдался-то ей? Ну, я же не бабе блески, мы не бабе... Ну, хоть как. Ты мужик. Своё достоинство храни. Ты же мужик, не баба. Зачем две мамы в одном доме? Теперь буду растить бороду, сказал да. Она сама вырастет. Ты жену подбери, говорится, к ногтю-то. Она будет ходить перед тобой. Как это так? Ты смотри. Сдался как. Это не положено. Ты сказал слово, всё. Она без своего ведома не должна на него письма отправить. Пока ты в конце не напишешь аминь. Прочитай. О, как. Да. Это спасибо вам за совет. Конечно. Конечно. Это никак. Никуда не годится. Когда мужчина перед женщиной прогибается, она должна знать, ты не изменишь. Ты гора. Она за тобой, за мужем, за мужем, а не впереди. Я не... Я очень... Есть, знаете, математически говорят. Мужчина это цифра, а женщина это нуль. Так вот, где нуль будет? Сзади или спереди? Если впереди, она в десять раз тебе меньше сделает. Ноль целых, одна десятая. А за тобой, из-за днёрки, десятка получится. Очень хорошо. А вот мне, правда, записывать за вами надо. Мне понравилось про письмо и про цифры. Если вы хотите больше узнать, зайдите на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». Ну, я не христианин просто. Ну, разницы нету. Это для всех открыто. «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот я даже подпишу. У нас 14 700 роликов. «Подписан 33 человека. 33 тысячи». Да. И просмотров 33 миллиона. «А вы меньше записываете, получается?» Конечно. Понятно. Мы, чтобы ни одного слова плохого не говорили, чтобы самому не стыдно было посмотреть. Ты с сегодняшнего дня мужчиной будешь делать все. «Да я же это самое... Я ж только рад, что вы. Я ж сюда так и захожу, чтобы...» Теперь, если... Слушай внимательно. Если у вас возникнут вопросы, то вы меня найдете в скайпе. Игнатий Лапкин. Я один такой. Подать им фамилию имя 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 один. На весь интернет. «Он салатик, я знаю». Игнатий Лапкин по скайпу. «Но скажите, что мы с вами говорили, чтобы я вас принял». «Ну, я понял вас. Я понял. А вы где-то отдельно живете?» «Нет, не отдельно живем мы. Мы в городе Барнауле находимся. Сегодня Благовещение у нас». «Ну, что вам сказать? Поздравляю вас праздником вашим. Праздник – это хорошо». «Я говорю, что если вы эту книгу не знаете, если не считаете, то вы еще ничего и не знаете. Здесь закон Божий». «Ну, это все относительно. Вы не знаете, есть такое понимание, что…» «Вы о Библии не рассуждайте относительно. О творении мира, об истории мира. И что дальше будет?» «Есть такое восприятие мира, что только люди и драконную энергию проводят. Вот драконные люди. И все наше сущее. А даже с вам наплевать, скажем так». «Скажите, а дальше что будет с мировой историей? Вы знаете, нет?» «С мировой историей ничего не будет, все будет так, как было». «Нет, нет, будет одно государство во всем мире. И со столицей вы в Иерусалиме. И правитель будет 3,5 года только, и придет Христос. Уже все написано». «Так понятно, что Христос придет. Но вы понимаете, в чем дело? Проблема абраковических этих религий. То, что в Библии, как сказано, придет Христос второй раз, правильно? Но это будет, как бы, конец тысячелетия». «Какого?» «Такое упоминание, что тысячелетие конец будет. А вот какого не сказано?» «А вот сказано, конечно, когда человек рождается свыше. И для верующих в Царство Божие». «Никто не пришел. Вот как второе тысячелетие рождали, никто не пришел. Но вы будете через тысячу лет, и у Христа еще будет через тысячу лет». «Да нет, конечно. Тысяча понимается много. А кто вам толковал так?» «Ну, кто толковал так?» «Лиги я тоже читаю». «Девяностый псалом. И падут под тебя тысячи, и десять тысяч, и они снуют тебя». Речь идет не о тысячах. Тысячу родов. Какие тысячи родов, когда семь тысяч пятьсот лет всего прошло? «Лупости». «Ну, от Адама». «Ну, сходи ты в музей по эпидемиологии». «От Адама до Христа, до рождения, пять тысяч пятьсот восемь лет, до года. И сейчас 2019-й. Сложите». «Вы будете сказать Адаму, где мы в происхождении мира были?» «Так я вам сказал, спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Так, мы сейчас расстаемся. У вас вопросы есть какие-то?» «Нет, все хорошее». «Ну, так я вам сказал, путь где? Сегодня в храм сходите, а потом выйдите на меня по скайпу». «Скак не хожу все». «Ну, не пожалеешь. Праздник радости». «Я был, я просто не стал ходить. Был, был все. Едал, был, был. До свидания». «До свидания». «Вы видели, Путин в церковь ходит». «Да, ради Бога, пожалуйста». «Сегодня благовещение Христа, Девы Марии. Надо в храм идти, а не лежать. Давайте». «Собрались тут мужики, валяются все». «У вас есть вопросы, касающиеся души, спасения ее?» «Да». 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 «Да».